Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь канал Аэродизайн и я Анатолий Пиксайев. У нас приближается пора выпускных в детских садах, в школах и в связи с этим я подготовил для вас тематический урок. Сегодня мы с вами будем делать вот такого школьника с рюкзаком, спортсфер. Я вам покажу как сделать не только саму фигурку, но и подробно покажу как изготовить стойку для такой фигурки. Также я планирую снять еще пару уроков на тему выпускных, так что не забудьте подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео уроки. И еще одна хорошая новость заключается в том, что мы продолжаем разыгрывать призыв. В этот раз это будет вновь комплект шаров, которые мы используем в своей работе, которые наиболее востребованы и наверняка пригодятся вам для ваших заказов, либо для личных оформлений. А чтобы принять участие в конкурсе, необходимо под этим видео на ютуб оставить осмысленный комментарий и в комментарии указать ваш аккаунт инстаграма, чтобы я смог связаться с вами в тот момент, когда проведу розыгрыш. Проведу я его ровно через неделю в прямом эфире в моем инстаграме. Так что ссылочка есть внизу, подписывайтесь, через неделю приходите на прямой эфир, пообщаемся и разыграем наш приз. Также напоминаю вам, что вы проявляли активность, ставили лайки, либо дизлайки, если не нравится, писали комментарии. Любая ваша активность помогает продвигаться каналу, а следовательно у меня появляется стимул снимать для вас новые видео уроки. И еще хочу напомнить о том, что у меня есть онлайн школа, школа аэродизайна Анатолия Пиксаева, с помощью которой вы можете не только обучиться работе с шарами, но и научиться зарабатывать на этом. Ссылочка также есть внизу под этим видео. Ну что ж друзья, сейчас на своих экранах вы видите те материалы, которые вам понадобятся и далее, как обычно, все по порядку подробно вам покажу. Для изготовления головы мне понадобится 18 дюймовый шар персикового цвета. Предварительно раздуваю, чтобы растянуть и исключить брак. Для изготовления привязок разрежу пополам персиковый ШДМ 260. На каждом отрезке с одного края завязываю по два узелка, чтобы образовалось плотное утолщение. Раздуваю круглый шар. Нахожу середину между горловиной и вершиной шара, там будет располагаться ухо. И мне нужно сделать там резинтвист, то есть установить привязку. Прикладываю привязку узелком к нужному месту и начинаю выпускать воздух из шара, одновременно проталкивая узелок в горловину шара пальцем. Пальцами второй руки ухватываю узелок и удерживая обвязываю отрезком ШДМ. Лишнее отрезаю. Первая привязка готова. Вновь раздуваю шар. С противоположной стороны шара по аналогии устанавливаю привязку для второго уха. Привязки готовы, перехожу к пластике головы. Для начала с помощью палочки проталкиваю внутрь 12-дюймовый шар, оставляя горловину снаружи. Раздуваю внутренний шар на 45 качков насосом. Это будет верхняя часть головы. Завязываю внутренний шар и отрезаю горловину. Теперь моя задача надуть внутри два 5-дюймовых шара и связать их между собой горловинами. Это будут щеки. Немного раздуваю внешний шар, чтобы внутри образовалось свободное место. И с помощью палочки погружаю вовнутрь 5-дюймовый шар. Раздуваю шар на 8 качков насосом или 14 см. Шар пока не завязываю, а зажимаю горловину между пальцами. Если вам трудно, можете завязать шар, главное не отрезать горловину и не дать ей убежать вовнутрь шара. Также с помощью палочки вставляю второй 5-дюймовый шар. И также раздуваю на 8 качков насосом. И сразу связываю горловинами два шара, лишнее отрезаю. Раздуваю немного внешний шар, чтобы была возможность расположить пятерки, а ниже щеки относительно ушей. Далее вставлю внутрь еще одну пятерку и раздую на 3 качка. Это будет подбородок. Выдавливаю шар немного вперед относительно щек. Следом вставляю вновь 5-дюймовку позади подбородка. Также надуваю на 3 качка и располагаю за подбородком точно под щеками. Этот шар нужен для упора шеи и заполнения пустоты в затылочной части. Ну и последний шар, который сформирует шею. Я не буду глубоко проталкивать и раздую его практически в горловине большого шара. Таким образом, для пластики головы в 18-дюймовый шар я поместил 6 шаров. Одну двенашку и 5 5-дюймовых. Следующим этапом сделаю уши. При вязках раздуваю пузыри по 3-4 сантиметра. Если пузырь раздулся не вплотную к голове, то перегоняю воздух в самый конец и завязываю. Ломаю пузырь пополам, превращая в ушко. Прокручиваю, удерживая узелок и продеваю хвостик в получившуюся петлю. По аналогии делаю второе ухо. Затем буду делать волосы из черных ШДМ-260. ШДМ не дадут и примерно на 4 сантиметра. Горловины подкручиваю к одному из ушей. Прокладываю пузырь до вершины головы. Делаю подряд два пинч твиста. И прокладываю второй длинный пузырь ко второму уху, подкручиваясь за него. Оставшийся большой пузырь укладываю по затылочной части к противоположному уху и подкручиваю за него. Лишнее убираю. Таким образом у меня получились крайние ряды волос в прическе. Далее моя задача двигаясь от одного уха к другому заполнить все пространство между крайними рядами. В создании такой прически основанной на двух точках крепления за уши есть пара секретов. Первый. Работать нужно мягким шаром. То есть надуваю шар полностью, а затем приспускаю прежде чем завязать. Второе. Укладывать пузыри нужно всегда по более короткой траектории и с легкой натяжкой. Это нужно чтобы пузыри потом не съезжали со своего места и не отходились сильно от головы. После того как основное пространство на голове заполнено волосами, сделаю зачесанную челку. Для этого надуваю пузырь примерно 20 сантиметров. Хвостик проталкиваю под первыми тремя рядами волос и связываю с горловиной, делая небольшую натяжку. Нераздутую часть шара и узелок прячу под волосами. Петлю укладываю с небольшим наклоном. Рядом сделаю по аналогии еще две петли. Для того чтобы прическа была плотнее и передний ряд не сползал на глаза, сделаю стяжку из ненадутого шедея. Выдавливаю из шара воздух и завязываю горловину. Горловиной подматываю стяжку за пинчи на первом ряду волос. Продеваю стяжку под волосами к последнему ряду волос. Натягиваю резинку и обвязываю второй конец вокруг крайнего ряда на затылке. Таким образом первые и последние ряды будут стягивать всю прическу. После того как челка готова добавлю еще пузырей от уха к уху, чтобы сильнее закрыть просветы. Прическа готова, теперь сделаю нос. На отрезке персикового ШДМ-260 надуваю небольшой пузырь и сразу связываю два конца отрезка. Отрезаю лишнее. Чуть выше узелка приклеиваю двустороннюю клеевую точку. И приклеиваю нос к голове. С помощью наклеек делаю глаза, брови и рот. Кстати, шаблоны наклеек вы можете скачать по ссылке в описании к этому видео. Итак, голова готова, перехожу к следующему этапу. Вторым этапом мы сделаем туловище, ноги, руки и рюкзак. Для изготовления буду использовать ШДМ-360 цвета кофе. Оставляю нераздутые хвостики 10 сантиметров. Со стороны горловины делаю пинч-твисты. Укладываю шары навстречу друг другу, так чтобы между скрутками получилось расстояние 26 сантиметров. И перекручиваю шары между собой. Я буду использовать плетение гладью и у меня уже сформирован первый ряд. Далее откладываю на каждом шаре пузырь диаметром чуть меньше толщины шара. Затем пузырь 25 сантиметров и подкручиваю его к мини пузырю на втором шаре. От второго шара откладываю пузырь 25 сантиметров. И подкручиваю его к скрутке между большим пузырем и мини пузырем на первом шаре. Таким образом готов второй ряд плетения. По аналогии заплетаю еще три ряда, в каждом последующем уменьшая длину больших пузырей на 1 сантиметр. Когда заканчиваются шары для моделирования, подвязываю новые и продолжаю плести. По окончании пятого ряда делаю пинч твисты, но остатки шаров не отрезаю, они пригодятся для изготовления рук. Надуваю следующий шар и со стороны горловины делаю подряд два пинч твиста. Это будет место крепления головы. Протаскиваю шар в туловище, пока пинчи не прижмутся к верхнему ряду шаров. Надуваю еще один шар. Снизу протаскиваю его в туловище, вытягиваю горловину и подматываю к пинчам на первом шаре. Отмеряю ноги примерно 25 сантиметров и лишнее убираю. Туловище пока уберу в сторону, сделаю ботинки. Беру круглый шар 10 дюймов черного цвета. Вовнутрь погружаю сложенный в пропорции 2 к 1 ШДМ 260. При этом горловина и хвостик должны остаться снаружи. Раздуваю круглый шар на 10 качков насосом. Затем вставляю насос в ШДМ и раздуваю до тех пор, пока петля внутри не ляжет по размеру шара. Далее выпускаю воздух из внешнего шара и связываю два конца ШДМ на два узла. Лишнее убираю. По аналогии готовлю вторую деталь. Теперь раздуваю внешний шар и немного сдвину петлю внутри шара относительно горловины. Моя задача сделать так, чтобы горловина сместилась вместо стыковки подошвы с ногой. Подвязываю ботинки к ногам. Вместо стыковки закрою петлей из черного ШДМ 260. Надуваю пузырь примерно 15 см. Со стороны горловины делаю два пинч твиста. Обхватываю ногу и вкручиваю пузырь между пинчами. Лишнее убираю. По аналогии поступаю со второй ногой. Тело пока убираю в сторону и сплиту рюкзак для нашего школьника. Буду использовать красные ШДМ 260. Оставил нераздутые хвостики 12 см. Со стороны горловины делаю пинч твисты. На первом ШДМ откладываю пузырь 20 см. К скрутке подкручиваю пинчем второй шар. На нем откладываю пузырь 6 см. К скрутке подматываю третий шар. На третьем шаре пузырь 20 см. К скрутке четвертый шар. На четвертом шаре пузырь 6 см и подкручиваю за пинч на первом шаре. На этом у меня замкнулся прямоугольник. Это первый ряд простого плетения. Далее через мини пузыри перехожу на следующий ряд. Начинаю всегда с длинного пузыря. Чтобы последний шар в ряду было удобно подсунуть и замкнуть ряд. В общей сложности заплетаю 5 рядов. После пятого ряда делаю пинч твисты. из красного шдм 160 сделаю лямки для рюкзака. Примеряю размер пузыря по фигуре. По аналогии делаю вторую лямку. Для того чтобы ранец сверху не выглядел пустым сделаю перекрещивание из 260 шдм с угла на угол от пинча к пинчу. Примеряю размер пузыря по фигуре. Рюкзак готов. Надену его на фигуру и доделаю руки. Персиковый шдм 260 надуваю пузырь 25 см. Со стороны горловины делаю подряд два пинч твиста. Далее формирую петлю размером 6 см. Лишнее отрезаю и из оставшегося пузыря делаю вторую ладошку. Укорачиваю руки до 18 см и подвязываю ладошки. Отрезком шдм подтягиваю правую руку к плечу чтобы выглядело как будто мальчик держится за лямку рюкзака. Вторую ладошку подтягиваю к пинчу внизу пиджака. Далее подматываю голову, горловины к пинчам на корпусе. Из белого шдм 260 делаю воротничок рубашки. Надуваю пузырь 30 см. Со стороны горловины делаю подряд два пинч твиста. Плотно обхватываю шею и вкручиваю шдм между пинчами, замыкая петлю. И так же из белого шдм 160 сделаю манжеты на рукава. Надуваю небольшой пузырь, обхватываю руку в районе запястья и сразу связываю два конца между собой. Лишнее отрезаю. С лицевой стороны корпуса на пузыри наклею черные кругляшки для имитации пуговиц. На этом мальчик готов и с заключительным этапом я сделаю для него стойку. Для изготовления стойки я взял отрезок LDSP размером 30 на 16 см. Размеры могут у вас быть другие, просто у меня был такой готовый отрезок. Далее металлический уголок 60 на 60 мм. Пару саморезов по дереву и кусок алюминиевой трубки длиной 45 см диаметром 8 мм. Прикручиваю уголок в один из углов подошвы, примерно с отступом по 2 см от края. Беру шдм 260 цвета кофе и надуваю пузырь около 6 см. Прикладываю алюминиевую трубку, кстати чаще я использую не трубку, а алюминиевую проволоку. Пузырем шдм начинаю приматывать трубку к угольнику, проталкивая воздух вперед. Таким образом скрывается весь уголок и получается достаточно прочное соединение. Во всяком случае более прочное, чем скотч. Немного подгибаю трубку, чтобы она спряталась за ногой мальчика. Для того, чтобы трубка не выделялась на фоне ноги, натягиваю на нее шдм 360 цвета кофе и фиксирую внизу отрезком 260 шдм. С помощью оберточной бумаги придам презентабельный вид подошве. Вырезаю кусок оберточной пленки размером больше подошвы, чтобы можно было подвернуть края. В месте выхода трубки вырезаю отверстие. Надеваю пленку на трубку и обтягиваю ей подошву. Фиксирую края пленки отрезками скотча. Стойка готова. Насаживаю фигуру на стойку таким образом, чтобы трубка оказалась зажата между ногой и задней полой пиджака. В районе пятки отрезком шдм фиксирую ногу к низу трубки. При необходимости подгибаю трубку по фигуре так, чтобы она не виднелась из-за ноги. И для того, чтобы ботинки не болтались в разные стороны, фиксирую их в подошве стойки с помощью клеевых точек. Ну что, друзья, на этом наш школьник готов. Если вам понравилось, ставьте лайк. Не понравилось, ставьте дизлайк. Пишите комментарий. Также указывайте в комментарии ваш инстаграм для того, чтобы принять участие в розыгрыше шаров. Я же с вами прощаюсь. С вами был Анатолий Пиксаев. Делайте со мной. Делайте как я. Делайте лучше меня. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok